Друзья, это внеплановый мини-выпус, сделанный на базе воспоминаний дважды героя Советского Союза Драгунского Давида Абрамовича. Кто не смотрел предыдущие выпуски, не связанных между собой истории, то это можно сделать, либо пройдя по ссылкам в описании, либо по конечной заставке. Ну а сам выпуск сделан на базе материалов из книги «Годы в броне». Ссылка на источник будет, как всегда, в описании к видео. На рассвете 10 февраля бригада приступила к выполнению боевой задачи. Совершив почти 40-километровый марш, Осачи достиг реки Бобр, имея левее себя батальон Короткова и повел наступление на Бунславу. А у самого города противник встретил нас сильнейшим огнем артиллерии и танков. Наступление приостановилось. Стало ясно, что схода Бунславу нам не взять. Да и к тому же отстал приданный нам артиллерийский полк. Ну а пока подтягивались артиллеристы, прошло немало времени. Командир корпуса нервничал, так как командарм потребовал энергичных действий и намекнул, что затяжка происходит именно по моей вине. А на участке Чугункова была подтянута бригада Головачева. Время перевалило за полночь. И надо было торопиться, чтобы не допустить изнурительных ночных уличных боев. Город Бунславу на реке Бобиор имел для нас большое значение. Это были ворота к реке Нейси, откуда шли дороги на Лоубан, Котбус и Дрезден. Но во второй половине дня 55-я бригада усилила свои атаки. Огонь обрушился на город с трех сторон. На помощь танкам пришла и вся наша артиллерия и гвардейские минометы. Вступила в бой пехота. В городе возникли очаги пожаров, участились взрывы, началась паника. Немцы взорвали мост через реку, а уже к вечеру их сопротивление было окончательно сломлено. На северной окраине Бунславу вспыхнули зеленые ракеты, означавшие, что 55-я бригада находится уже в городе и входить в него можно спокойно. В ответ на наш сигнал Слюсаренко с востока, а Чугунков и Головачев с юго-востока также пошли на Бунславу. Брусив танки, артиллерию, раненых склады и базы, гитлеровцы бежали в направлении Лоубана. Они рассчитывали, что за рекой Нейси спасутся от наших сокрушительных ударов. Но Бунславу продолжал гореть. Плюс к этому невиданные силы снегопад, начавшийся еще днем, усилился с каждым часом. Огромные снежные хлопья залепляли стекла машин, забивали смотровые щели в танках и проникали внутрь через малейшее отверстие. Двигаться приходилось буквально вслепую. Танки артиллерии медленно ползли по улицам горячего города, при этом танкисты открывали все люки танков, а водители распахивали дверцы и наполовину высовывались наружу, чтобы хоть что-то разглядеть впереди себя. Густо падавшие крупные хлопья снега, пронизанные багровым заревом пожаров и яркий свет невыключенных спешки электрических фонарей, окруженных красно-зеленым нимбом, схожим с радугой, придавали поверженному городу фантастический вид. Я же ехал в открытой легковой машине, зажатой со всех сторон танками. И вдруг что-то промелькнуло впереди, завертелось снежным вихрем. Я вдруг четко увидел перед машиной женщину в темном платье с белым воротничком. Почему она пляшет на мостовой? Не галлюцинация ли это? Видно, что-то со мной неладное. Не иначе как стал сдавать. И это не мудрено. Целый же месяц идут беспрерывные бои. И тут уже не до сна и не до отдыха. Нервы напряжены до предела. Да и старые ранения дают о себе знать. Командиры заводов, командиры танков и отделений, механики и солдаты приноровились к тяготам войны и ее особенностям. По ночам они ухитряли спать даже на башне танка и у миномета. Спать стоя, спать на ходу. Но я, к сожалению, был лишен и этой отдушины. Днем бои, а ночью подготовка и решение новых задач. Их надо было осознать, почувствовать, изучить, сделать прикидки по карте, принять решение. Но на войне утро всегда наступает слишком быстро. И с ним приходят новые бои и новые марши. Так и случилось, что я в последние дни уже сильно измотался от усталости и недосыпания. Заболел я, кажется, Григорий. Пожаловался я шоферу. Что с вами, товарищ полковник? Да начались галлюцинации. Сквозь снежные хлопья вижу танцующих женщин. Смотри, вон одна, а вон другая, а вон третья. Так я ж тоже их вижу. Крикнул Гассишвили и резко затормозил машину. Мы выскочили из Виллиса. Остановилась вся танковая колонна. Нас сразу же окружила толпа женщин, одинаково одетые в темные платья с белыми воротничками. Они визжали, хохотали, приплясывали. Это производило жуткое впечатление. Мы же принялись расспрашивать женщин по-русски и по-немецки. Кто они, откуда и что случилось? Но в ответ они только размахивали руками и указывали настоящее неподалеку здание, охваченное пламенем. Андрей Сирожимов со своими разведчиками кинулся к горящему дому. Изнутри раздавались вопли и душераздирающий плач. И тут, наконец-то, мы во всем разобрались. Оказывается, в этом доме находилась женская лечебница для душевнобольных. Персонал же в панике удирая из города запер больницу. Когда же загорелся соседний дом и огонь добрался до лечебницы, больные в страхе стали выпрыгивать из окон вторых и третьих этажей. Несчастных женщин от гибели спасли наши разведчики. Они мигом взломали двери и вывели на улицу всех тех, кто оставался в здании. Друзья, не забываем оценивать видео и оставляем свои комментарии. Для меня это очень важно. Ну и кроме этого, я хотел бы традиционно выразить свою благодарность всем подписчикам, кто осуществляет помощь каналу. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»